Ну что ж, предлагаю рассмотреть победителя поближе. Так, в этом готова нам помочь наша гостья, представитель Рост-Тест Москва, Елена Вараксина. Доброе утро, Елена. Елена, доброе утро, тезка моя. Спасибо. Проходите, пожалуйста. Будете нас пугать сегодня, я так понимаю. Сегодня мы будем говорить о бактериях. Что самое страшное. Ну, вот вы знаете, мы все стремимся к чистоте, конечно же, и дома у нас. Это склад, ну, лично у меня в ванной одни бутылочки для унитаза, для ванны, на кухне для посуды, для этой, где готовится еда. Где вы зубную щетку храните, Елена? В доме стости. В общем, огромное количество всех этих бутылочек. Что из этого самое опасное, самое вредное, чем можно пользоваться, чем нельзя, чем только в перчатках. Расскажите нас, просветите. В первую очередь необходимо сказать, что химия сплошь и рядом. Она нас окружает во всем. И любая продукция, в том числе парфюмерно-косметическая или бытовая химия, они проходят обязательную оценку. В том числе по безопасности. Это основной критерий любой химической продукции, которую мы используем в повседневной жизни. Что касается товаров бытовой химии, есть определенные критерии для того, какая информация должна быть представлена на этикетке. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании, когда мы используем то или иное средство. Ну вот, извините, а вот то, что про этикетки просто вопрос. А действительно сейчас всю правду, в отличие от продуктов питания, на этикетках пишут? Вот хотя бы в химии. Вы знаете, все дело в том, что к товарам бытовой химии нет серьезных требований к указанию массовых концентраций химических ингредиентов, которые входят в состав того или иного средства бытовой химии. Елена, тогда вопрос вытекающий сразу. Вот у нас есть даже целый список формальдегид, хлор, пав, павы, аммони, фосфаты. В общем, целое огромное количество различных веществ. Что из этого опасно для человека, в каких количествах максимума оно должно быть, на что из этого в составе обращать внимание? В любом случае при содержании тех или иных компонентов проводятся токсикологические испытания для косметики, для товаров бытовой химии. Поэтому если данные испытания были проведены и был получен разрешительный документ, этим средством мы можем пользоваться. Ну, это идеально. Мы про идеальные какие-то вещества рассказываем. Давайте, вот нас смотрят простые люди. Они проснулись с утра, сонные, хотят проснуться. Вот в квартире идет уборка, пахнет хлором, да, к одним средствам, к другим. Это опасно? Просто вот скажите нашим зрителям. Если мы этим будем пользоваться постоянно, то тогда действительно есть какой-то риск возникновения в дальнейшем каких-то аллергических реакций. А если не этим чем пользоваться? Понимаете, если мы, как слышали репортаж ранее, да, что моют пол с использованием уксусной кислоты, это тоже определенный риск. Мы эти пары вдыхаем. А сода? Это же все равно химическое вещество. Разводы будут оставлять сода. А что такое фталаты? Вот у нас мало времени остается, а вопросов еще целая гора. Фталаты это производная дикарбоновой кислоты. Говорить о их опасности действительно нужно, но есть критерии. Ну не будем, ну не будем. Хорошо. Говорите, опасности нужно, но не будем, да. Спасибо. Оказывается, что чистота удар по здоровью, поэтому будьте разумны и берегите себя. У нас в гостях была представитель Ростеста Елена Вараксина. Ростеста Елена Вараксина